Всем привет! Делаю видеообзор шестиспальной виллы в районе Мэнам. Классная большая вилла, вместительная, хорошо укомплектованная. Давайте смотреть все по порядку. Нахожусь в кухне. В кухне есть барная стойка, 5 стульев, телевизор. Также здесь есть вот такая еще зона для отдыха. Я на самом деле здесь уже походил, посмотрел кухню и по комплектации могу сказать, что здесь полный порядок. Здесь есть абсолютно все, что вам нужно. Есть принудительная вытяжка, газовая плита, есть духовой шкаф. Газовая плита очень большая. Большая зона для приготовления, хорошая сантехника. Также есть посудомоечная машина, микроволновка и огромный вот такой холодильник. Зона очень просторная для приготовления, много шкафов. В шкафах тоже много всего интересного. Есть посуда, стаканы, то есть никаких проблем в плане комплектации. Смотрим дальше. Из кухни мы переходим в обеденную зону. В обеденной зоне есть большой стол из цельной породы дерева, две скамьи. Есть предметы интерьера. Вот тут находится такой закуток, типа мини-кладовочка, где можно всякое похоронить для уборки. Как правило, это место предназначено, то есть швабра и прочее хранится здесь. Давайте смотреть дальше. Столовая плавно переходит в гостиную зону, где есть вот такая зона для отдыха с подушками, с мягким матрасом. Если вы приехали с детьми, то вы можете их спокойно сюда положить, пусть они отдыхают. Также есть кондиционер и сама гостиная. Гостиная зона выполнена хорошо. Есть два дивана, есть столик из цельного дерева, оригинальные вот такие креслицы, большой телевизор. Ну и в принципе весь интерьер очень приятный. Также есть вентилятор. Отмечу, что и на кухне есть кондиционер. Кухня плюс гостиная выполнена хорошо, очень приятная, светлая, ничего не убито, все на уровне. Мы сейчас выходим в самую интересную зону, зона бассейна. Бассейн большой, чистый. Также в зоне бассейна есть два стола, много стульев, поэтому все могут расположиться комфортно. Также есть подушки и вот основания для зонтиков. Сейчас их убрали, потому что ветер есть и их может унести. Вот здесь есть вот такая дверь, которая ведет санузел, где можно после бассейна принять душ. Но не обращайте внимания, здесь вот такая вот сушилка висит и находится всякая утварь для бассейна. То есть вот лежат зонты, унитаз, две раковины и вот здесь тоже есть полочка. На это не обращайте внимания, это все будет вытащено наружу. Давайте смотреть дальше. Также вот есть вот такие подухи большие. Оригинально все сделано вокруг, оформлена вилла. Так, давайте смотреть по порядку. Первая спальня. Первая спальня выглядит отлично. Мне нравится, все очень уютно, приятно. Большая кровать, есть коврики, есть тумбочка под технику. Хороший телевизор, вазы, оригинальные светильники и вот также тумбочки. За кроватью находится вот такой пуф. Здесь также есть маленький такой диванчик, куда можно даже положить ребенка. Есть кондиционер, есть вентилятор и огроменный гардероб, где можно разместить довольно-таки много вещей. Также есть сейф. Смотрим санузел. Санузел тоже выглядит отлично, мне нравится. Есть, во-первых, ванная. Далее две раковины, зеркало. Зона душа. Зона душа тоже выглядит хорошо. Она отделена стеклянной перегородкой с поддоном. Ну и все сделано по уму. Хорошая лейка. Унитаз. Есть полочки всякие, ящички с зеркалами. И есть окошки для вентиляции. Санузел выглядит хорошо, мне нравится. Неприятных запахов нет. Все здорово. Давайте смотреть дальше. Дальше мы сейчас быстренько перейдем в следующую спальню. Идет дождик. Вторая спальня поменьше. Здесь есть большая кровать. Есть вентилятор, кондиционер, телевизор. Есть также комод, прикроватные тумбочки. Также все на уровне. Отмечу, что здесь окна панорамные, как и предыдущие спальни. Можно выйти на мини такой балкончик, где есть стол и два стула. Смотрим санузел в этой спальне. Санузел очень просторный. Во-первых, здесь опять же огроменный гардероб, где можно все разместить. Есть две раковины, есть зеркало и зона душа. Зона душа выглядит также хорошо. Есть стеклянная перегородка, лейка и поддон, слив. Все на уровне. И вот здесь находится унитаз. Также есть окна для вентиляции. Хорошая также спальня, отмечу. Неприятных запахов нет и она не ушатана. Давайте посмотрим дальше. Отмечу, что здесь есть вот такой душ для купающихся в бассейне. И давайте посмотрим следующую спальню. Третья спальня. Третья спальня также просторная, как и первая. Но имеет немножко другую планировку. Есть большая кровать. Прикроватные тумбочки. Есть вентилятор. Спальня светлая. Правда сейчас закрытые жалюзи. Дальше в спальне есть диванчик, который раскладывается. И здесь может кто-то спать. Также есть телевизор, комод. Посмотрим, как выглядит санузел. Санузел выглядит отлично. Есть две раковины, зеркало. Также вот есть фен даже тут лежит. Далее смотрим зону душа. Зона душа поделена стеклянной перегородкой. Все сделано на уровне. Все хорошо. Так же, как и в предыдущих санузлах. Ну и, конечно, есть такой же большущий гардероб. Давайте спустимся вниз и посмотрим, как выглядит обстановка внизу. Еще раз посмотрим на зону бассейна. И смотрим вниз. Отпускаемся. Отмечу, что мне нравится в этой вилле то, что у нее есть большие гардеробы. Итак, давайте посмотрим четвертую спальню. Четвертая спальня находится уже на нижнем уровне. Здесь есть большая кровать, есть кондиционер, кроватные тумбочки. Также шкафы. Они не такие огромные, как в предыдущих спальнях, но они также вместительные. Я считаю, что здесь можно разместить очень много всего. Также есть телевизор, есть кондиционер. Также смотрим санузел. Две раковины, зеркало, полочка. Еще дополнительные полочки. Зона души выглядит вот так. То есть она отделена только поддоном. Но она сама по себе зона очень просторная. И вот здесь находится унитаз. Все здорово. Также отмечу, что здесь можно выйти на территорию виллы через такую стеклянную дверь. И выйти вот туда в зону отдыха. Но мы посмотрим ее чуть позже. Итак, смотрим дальше. Дальше у нас идет пятая спальня. Пятая спальня очень просторная. Здесь, во-первых, при входе есть вот такой диван, журнальный столик. Здесь рабочее место. Все классно. Плавно переходим в санузел этой спальни. Также выполнен санузел, как и в предыдущей спальне, в четвертой. Зона душа, лейка, две раковины, зеркало, унитаз. Все просто, но со вкусом. В принципе, все нормально. Давайте посмотрим саму спальню. Большая кровать, прикроватные тумбочки. Есть кондиционер. И вот здесь вот такой балкон, где можно посмотреть на зелень и немножко увидеть море. На балконе есть столик, два стула. Все на уровне, все хорошо. Ну и, конечно же, большой вместительный шкаф, гардероб. Давайте смотреть дальше. Дальше мы посмотрим комнату, точнее, зону кинотеатра. Здесь есть диван, есть игровая консоль, звуковая система объемного звучания, сабвуфер, колонки по периметру. Также здесь есть кондиционер. И в качестве источника это у нас проектор. Кинотеатрная зона хорошая. Вот, кстати, там есть вытяжка принудительная, тоже здорово. Все сделано хорошо. Мне нравится. Также есть маленький холодильник. Дальше посмотрим еще мини-кухню. Напротив кинотеатра находится маленькая кухня, где можно что-то порезать по-быстрому, приготовить, пойти смотреть кино. Значит, здесь есть раковина, зона приготовления и большой двукамерный холодильник, также есть кулер. Комнатка небольшая, но она, в принципе, хорошая. То есть, чтобы не подниматься наверх, можно отсюда что-то взять и находиться внизу. Смотрим дальше. Дальше есть дополнительная еще одна комната. Как управляющий называет, это детская. Здесь обычно, когда приезжают дети, здесь находится много всяких игрушек, чтобы дети играли и находились здесь. При желании можно ее еще оборудовать в небольшую такую спальную зону. Все сделано здорово. Здесь кондиционер. Смотрим дальше. Вот это кладовка. Кладовка для фтафа, для уборки и для прочего. Далее здесь есть спортзал. Спортзал небольшой, но вполне хорошо укомплектован. Есть необходимые агрегаты. Нет, правда, гантелей. Есть телевизор и есть кондиционер. И также есть коврики для йоги. Классно. Из спортзала мы переходим в зону спам. Здесь есть диван. Два лежака для того, чтобы вам делали массаж. Кстати, отмечу, что если вы хотите, то к вам будут приезжать массажисты и делать вам массаж. Ну и после принятия массажа можно принять душ. Ну или после занятия спортом. Хороший душ. В принципе, все на уровне. Это здорово, что есть спам. Отмечу также, что здесь есть сервис. Вы не только можете пригласить массажистов, но и можете пригласить встав, который будет вам готовить, например, делать завтраки. Ну и смотрим последнюю спальню. Шестая спальня. При входе огромный шкаф-гардероб. Вместительный такой же. И вот здесь две больших двуспальных кровати. Есть кондиционер. Так, посмотрим санузел. Санузел выглядит хорошо. Здесь есть также зона для душа. Лейка. Все сделано по-уму. Вот там находится унитаз. И здесь также есть ванная, как спальня номер один. Далее посмотрим, что здесь еще есть. Есть вот такая зона отдыха. Есть диванчик, телевизор. Все сделано хорошо. На уровне мне нравится. И есть балкончик. Давайте выйдем балкончик. Балкончик здесь вполне нормальный. Столик, стул. Ну, видимо, остальные стулья куда-то убраны. И давайте посмотрим территорию виллы. Территория приятная, ухоженная. Есть забор, который открывается с пульта. То есть есть парковка. Вот там есть еще дополнительное место, чтобы сидеть и кушать на природе. Давайте посмотрим чуть ближе. Отмечу, что вот здесь есть еще один вход. Как бы основной. Вот такие большие стеклянные двери. Лестница. Эта лестница идет к бассейну. И вот там находится маленький балкончик, который мы смотрели в предыдущей спальне. Вот так. Там можно поставить стол, который вы видите вот там. И все вместе кушать на природе. И приятно проводить время. Давайте посмотрим парковку еще. Как она выглядит. Так, мы выходим через последнюю спальню. Парковка крытая. Находится вот под таким навесом. И вот здесь вот такая тоже интересная зона. Я так понимаю, зона для отдыха. Может быть занятие йоги на природе. Эта зона, она не крытая. Но в то же время здесь вот можно посидеть. Вот здесь такие деревянные дощечки. Вид отсюда потрясающий. Мне нравится. Очень тихо, спокойно. Вид на горы. Так, я спустился вниз. Вот так выглядит вилла снаружи. Выглядит очень хорошо. И мы находимся внизу. Давайте посмотрим, что здесь еще есть внизу. Здесь есть прачечная, то есть стиральные машины, сушилки, гладильная доска и прочее. Это здорово. Также здесь есть, вот как я уже говорил, зона для совместного времяпрепровождения на природе. Можно сделать, наверное, барбекю. Есть вот такой стол. И вот там есть лестница на спальне. Так, и посмотрим еще одну комнату. Вот здесь. Как говорит управляющая, ее можно использовать как кабинет. То есть работать и вот тут вот даже спать. Так, есть маленький холодильник. Принтер есть. Рабочий стол, два стула. Комод, кондиционер. Вот такое спальное место. Двухспальное. Дальше есть еще один комод. Еще одно рабочее место со столом. Есть кухня, даже есть плита электрическая. Приборы, я думаю, можно взять сверху. Еще вот такой шкаф. Ну и санузел. Санузел выглядит отлично. Все на уровне, все хорошо, все нравится. Очень классная комната. То есть можно расценивать как дополнительно еще одна спальня. Я бы даже сказал седьмая. И тем, кто работает, и чтобы уединиться, есть отдельная комната. Это очень здорово. Ну давайте смотреть дальше. Так, посмотрим территорию с этого ракурса. Вот сама вилла. Здесь зеленая такая лужайка, подстриженные деревья. Все очень здорово, все приятно. Можно поставить машину вот по этой дороге, если наверх мы поднимемся к самой вилле. А вот здесь еще одно место для парковки. То есть, в принципе, можно, я думаю, машины 4, наверное, поставить примерно. Ну и несколько байков. Сейчас мы поднялись снова к бассейну, чтобы осмотреться еще раз, посмотреть зону отдыха возле бассейна. Выглядит она хорошо. Не обращайте внимания, что она не убрана. К вашему приезду она будет сверкать. Просто на данный момент уехали постояльцы, и поэтому она еще не до конца не убрана. Вид отсюда шикарный. Когда хорошая погода, можно даже увидеть кусочек моря. В основном вид на горы, на зелень. Очень приятно. Вилла оставляет приятные впечатления. Мне нравится, как она устроена. Мне нравится то, что много шкафов, все сделано грамотно. Само состояние виллы очень хорошее. Здесь ничего не убито. Комплектация виллы отличная. Я считаю, что это отличный вариант для отдыха большими компаниями, а также компаниями с детьми. А на этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok